Вы смотрите Постскриптум в студии Алексей Пушков. Продолжаем нашу программу. В тот же день, 15 января, Дмитрий Медведев подал в отставку. Вместе с ним ушло в отставку и все его правительство. И уже 15 вечером президент внес в Госдуму кандидатуру нового премьер-министра, главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Таким образом, если у кого-то еще оставались сомнения или надежды, что перемены все же будут только в отдаленном будущем, они оказались опровергнуты. Владимир Путин подтвердил, что настроен серьезно. Вместе с тем, его действия абсолютно логичны. Я бы сказал так. Новый этап, новые задачи, новое правительство. За последние годы нам удалось добиться двух принципиальных вещей. Надолго обеспечить обороноспособность нашей страны и серьезно укрепить макроэкономическую стабильность. В частности, существенно нарастить наши золотовалютные резервы. В этих условиях страна может позволить себе сделать приоритетом преодоление бедности, повышение уровня жизни и столь необходимый нам технологический рывок, без которого не выиграть глобальную схватку за будущее. Собственно, это и есть главные задачи, стоящие перед новым правительством. Продолжит тему Артем Широков. Столь молниеносная рокировка в руководстве Белого дома не только взорвала информационное пространство, но и в хорошем смысле встряхнула всю российскую политическую жизнь. В пятницу Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин встретились с исполняющими обязанности министров и вице-премьеров уже в новом качестве. Я, как бывший председатель правительства, прежде всего, конечно, хочу всех вас, дорогие коллеги, поблагодарить за совместную работу. Хочу сказать, что все вы старались, все вы ориентировались на выполнение задач, планов, поставленных президентом. Скажу прямо, многое получилось, что-то не получилось, но действительно так и не бывает, чтобы все получалось одномоментно, потому что очень амбициозные цели, очень сложные и очень важные для нашей страны. Каждый из вас трудился на своем посту исключительно добросовестно. Я искренне хочу вас поблагодарить за службу отечественной работы в правительстве Российской Федерации. Я тоже пользуюсь случаем, хочу вас поблагодарить за совместную работу. Я тоже был частью правительства, которое сегодня собралось, и всех коллег знаю лично. Хочу также сказать, что на сегодняшний день все в соответствии с указом продолжают исполнять свои обязанности. Прошу вас также от этого не отступать. И в ближайшее время после соответствующих консультаций и объявления состава нового кабинета мы встретимся и все это, конечно, расскажем. Ну и самое главное на сегодняшний момент это нужно заточиться на исполнении положений послания президента, которыми мы все занимаемся. О своем решении уйти из правительства Дмитрий Медведев объявил во вторник после встречи с президентом. Теперь Владимир Путин назначил его на новый пост заместителя председателя Совбеза России. Интрига вокруг кандидатуры нового премьер-министра сохранялась всего несколько часов, но сколько копий было сломано. То, что президент предложит возглавить правительство именно Михаилу Мишустину, удивило почти всех. В свои 53 года он запомнился эффективной работой во главе Федеральной налоговой службы. Под руководством Мишустина собираемость налогов выросла почти на 40%. При этом в публичной политике он никогда особо не выделялся. Мишустин коммуникабельный, компетентный менеджер. Мишустин не имеет политических амбиций, потому что политика это несколько иной, нежели, чем система государственного управления, не говоря уже об экономике. При этом, насколько я представляю, Мишустин безоговорочно верен президенту. И это, как мне представляется, одно из ключевых условий, благодаря которым его назначили, предложили на пост премьер-министра. В Госдуме кандидатуру нового премьера презентовал полпредпрезидента в Нижней Палате Парламента Гарри Минх. Правда, не обошлось без оговорки, которая слегка разбавила серьезную обстановку. Дать согласие Государственной Думе для назначения Михаила Владимировича Мишустина на должность председателя Государственной Думы. Спасибо. Спасибо, Гарри Владимирович. Извините, на должность председателя правительства Российской Федерации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин не растерялся и перевел все в шутку. Это все, вы знаете, из-за чего слишком долго мы здесь все находимся, в этом зале. Среда в Госдуме и в самом деле выдалась напряженной. С раннего утра Михаил Мишустин поочередно провел основательство консультации с представителями думских фракций. Пожалуй, впервые депутаты абсолютно всех политических сил сошлись во мнении, что кандидатура нового премьера не вызывает у них особых возражений. Жош, добро пожаловать на специальный выпуск постскриптума с Алексеем Пушковым, который полностью посвящен отставке правительства Медведева и новому премьер-министру Михаилу Мишустину. Правительство России подло в отставку. Это настоящая сенсация. Все мы были уверены, что Медведев досидит на своем посту до 2024 года, а потом, возможно, вновь станет президентом, дабы Путин стал премьером. Но снаряд дважды в одну воронку не падает, и отставка правительства, которое вот если взять в целом все правительство, а не только премьер-министра, поработало лишь два года с момента президентских выборов 2018 года, это верный признак того, что правительство полностью, тотально провалило свою работу. Еще недавно, два года назад, как раз я критиковал правительство Медведева за то, что там много вице-премьеров, которые нифига ничего не делают для развития страны, и оказывается, это даже понял сам президент. Хотя формально, конечно же, сам Дмитрий Анатольевич подал в отставку, а не отстранили его. А значит, все равно, что-то пошло не так. Сам понял, Медведев, что не справляется с текущими обязанностями. Почему? Вот это хороший вопрос. Отставка кабинета министров Медведева произошла сразу после послания Федеральному соборанию, где Путин пообещал рост рождаемости населения 1,7% к 2024 году, выплаты мамам на пособия 7 тысяч рублей, бедным доплатить 11 тысяч рублей, увеличить материнский капитал на 150 тысяч рублей, обеспечить бесплатным питанием всех школьников, доплатить учителям за классное руководство и так далее, и тому подобное. Так вот, Медведев подумал-подумал и понял, что да ну нафиг, и свалил с правительства, Медведев понял, что эти все изложенные пункты в федеральном послании Путина просто невыполнимы из-за крайне эффективных западных санкций, из-за предельной коррупции у нас в стране. Медведеву, ее команде просто нереально выполнить послание федеральному собранию было, не под силу. Вспомните те же майские указы, которые полностью все правительство, все губернаторы провалили. То же самое и в правительстве после послания президента. То есть поняли Медведев и его команда поняли, что то, что Путин им велит сделать просто невыполнимо, нереально в текущих условиях, когда Россия лезет во все страны мира, в Ливию, Сирию, Украину, далее по списку. А вот экономика, к сожалению, не развивается. Но формально Медведев ушел по другому поводу. Его ведь не устраивали изменения в Конституцию, в нашу русскую отменившую проституцию за 18 тысяч рублей за ночь. Путин хочет провести изменения в Конституцию, чтобы в 2024 году в том или ином виде остаться у власти. он нацелился на святое, на Конституцию. Со слов Медведева реформа Путина по поводу Конституции несет существенный баланс в исполнительной и законодательной власти. И у Даши он не говорил, но мы можем с вами прекрасно додумать, что он с этим не согласен, иначе бы не ушел в отставку. Но где баланс, где изменение баланса, там что? Правильно, и дисбаланс власти. И как бы Путин бы не пошел по тому сценарию, как Горбачев в попытке что-то изменить в стране, полностью погубив ее. Возможно, потом, лет через 20 мы будем твердить, а вот там Путин избедил Конституцию, и это стало причиной распада, развала Российской Федерации. Как в свое время Горбачев отменил шестую, шестой пункт в Советской Конституции, где КПСС определяет главенствующую роль в государстве, он ее отменил, и государство развалилось. Также и Путин с этой реформой Конституции раз что-то убрал, что-то подкосметитил, так сказать, а потом раз из страны нет. Так, ладно, вернемся все-таки к отставке правительства. Что же не устраивало Медведева в путинских реформах Конституции еще? А не устраивало то, что члены правительства по предложению Путина и, в частности, премьер как раз, не могут иметь иностранный вид на жительство и гражданство. А мы с вами помним, что у жены Медведева есть и виноградники в Италии. И Медведев как раз-таки под эти ограничения подходит. То есть, если бы реформы Конституции, предложенные Путиным сейчас, были бы уже реализованы, Медведев по закону не мог стать главой правительства. И он ушел в отставку. Кроме того, Медведева не устроила то, что теперь Госдума будет утверждать всех вице-премьеров и министров. И тут я оказался прав. Я понимаю, что я последняя буква в алфавите, но все-таки вице-премьеры в правительстве Медведева это больное место правительства Медведева. Их слишком много, а пользы от них никакой. Их 10, причем они дублируют, причем вице-премьеры дублируют функции министров. А многие министры сидят на двух стульях. Привет Сюану. Ну, он уже сейчас не сидит на двух стульях, но сидел же на стуле своего министерства, например, Минфина, и на стуле вице-премьера. И забавное в этом то, что два года назад Владимир Рудольфович Соловьев говорит, вот Силуанов на посту вице-премьера, а значит Медведев понимает, что с экономикой надо что-то делать. А тут в своей программе говорит, что нет, это была ошибка. И действительно это была ошибка. Но такие ошибки, даже пусть незначительные, ведут к существенному изменению жизни, уровня жизни россиян. И не в лучшую сторону. Ну, не только Силуанов сидел на двух стульях в правительстве. Например, министр Трудат Трутнев также сидел на двух стульях. Вот такого в новом правительстве быть не должно и не будет. Обращаем ваше внимание на то, что когда Медведев объявил об своей отставке, был рост. Еще раз, когда Медведев объявил об своей отставке, был рост на несколько пунктов в московской фондовой бирже ММВБ и РТС. И это ли неверный показатель абсолютной провальной работы правительства Медведева, которое назначил кто? Путин! Ну, он уже понял свою ошибку, да? Понятно, что там поснял. Так вот, когда Медведев объявил об своей отставке, еще раз, рынки России резко выросли, такой уроста рынков не было за 8 лет его премьерства. Сразу на 6, а то даже на 8 пунктов вверх. Да скоро нахрен даже можно замахнуться на то, чтобы догнать эту зашелую Португалию, которая чуть выше нас в рейтинге экономик мира. Но это все уже будет без Медведева. Да, Медведев как человек, ну, честно говоря, не вызывает у меня никакой злобы. Вот не вызывает никакой злобы. Но как премьер он абсолютно был некомпетентен, некудышен и просто провалил свою работу как премьер. А президент в 2008 по 2012 года был ничего. Да, я так считаю. А куда же уходит Медведев? Собственно говоря, в заголовке написано, а что же дальше? А Медведев теперь станет заместителем заместителя по безопасности. Это даже смешно. Ну, должно быть смешно. Мне смешно, во всяком случае. Стал замопредседателя Совета безопасности Российской Федерации. То есть, продолжит плодить бюрократию просто в другом месте. И тут смотрите. Да, председатель Совбеза Российской Федерации президент. Если президент занят, то руководит Совбезом секретарь Совбеза господин Патрушев. В прошлом директор ФСБ. А теперь внимание вопрос на така. А что там будет делать Медведев, если Путин занят и руководит Совбезом господин Патрушев? Ну, понятно, что Патрушев старшего, не младшего старшего, турнут. Но тогда нахрена секретарь Совбеза. И вот что будет делать секретарь Совбеза по безопасности? Нам, конечно, это не скажешь, потому что это же Совет безопасности Российской Федерации. Все под грифом совершенно секрета. Но все-таки интересно же. Путин говорил, что Медведев всегда уделял много времени вопросами национальной безопасности армии и вооруженных сил. Медведев, 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 это же смешно. Помните, да, когда шли самые ожесточенные бои русско-грузинской войны 2008 года? Битва за город Схенуал. Медведев где был? На теплоходе музыка играла. Да, он был на теплоходе, у него был специальный круиз с его женой. И он, мягко говоря, в этот момент сделал все, что угодно, но точно не, как говорит Путин, не уделял времени национальной безопасности армии и вооруженных сил. Это ведь, помните, при Медведеве в качестве президента Российской Федерации у нас был знаменитый министр обороны термибельщик Сердюков и его дамочка Васильева. О которой даже вспоминать противно. Путин просто дал место Медведеву, ибо он ему еще верен. Кто же придет на место Медведева, есть ответ и на этот вопрос. Директор Федеральной налоговой службы, господин Михаил Барабан-Медрот Мишусин, который, да, создал хорошую налоговую систему на зависть пенсионному фонду, но с чего вы взялись, что при нем будет лучше жить? Ведь именно господин Мишустин был инициатором нового налога на самозанятых. Он профессионал, но все равно будет вас, тупоголовых россиян, душить чисто экономически, новыми налогами, поборами и сборами. Но и Мишустин тоже может не справиться со всем тем, что наобещал наш царь-батюшка Владимир Второй. Ну, Владимир Первый уже был в Киевской Руси. Путин, который отставкой Медведева действительно взорвал информационную бомбу в России. Однако, если Мишустин уволит единственного министра образования в российском правительстве, господина Мединского, тут я ему зааплодирую стоя. Ну, что ж, действительно уволил, поэтому надо действительно зааплодировать стоя. Тут он молодец. Все, мы продолжим программу. Так, но это все, что касалось именно отставки Медведева. Теперь же мы поговорим про самого господина Мишустину. И уже есть новый компромат на господина Мишустина, новоиспеченного в печи ленинградской габни премьер-министра России. Господин Мишустин, главный налоговик в стране, в бытность главного налоговика в стране, скрывал элитную недвижимость на рублевке. Она записана на всю страну, то есть на нас с вами. У тех, кто еще не бросил российский паспорт в мусорную корзину, в угоду лучшей жизни на Западе, где может, на них записан как раз-таки особняк господина Мишустина, то есть на всех граждан Российской Федерации. Как пишет телеграм-проект, проект Михаил Мишустин и его жена-жена Владлена Мишустина стали владельцами дорогого особняка еще в 2001 году, когда новый наш премьер был замминистра по налогам и сборам. Их дом площадью 900 квадратных метров расположен на Никольской горе, в коттеджем поселке Котонвейн. Площадь участка, на котором стоит дом, 5000 квадратных метров и стоит всего-то каких-то крошечных, абсолютно крошечных 600 миллионов рублей. Вот когда Мишустин заявляет о помощи бедным и нищим в бытность премьер-министра, пусть продаст свой дом, а деньги от продажи дома потратит как раз на помощь нуждающимся. Но мы-то с вами прекрасно понимаем, что этого не будет. Дом Мишустина стоимостью 600 миллионов рублей окружает реликтовый лес с развитой инфраструктурой, которая позволяет полноценно, без всяких забот, наслаждаться Мишустину жизнью и отдыхом на природе. Так что когда Мишустин говорит о том, что он будет тратить деньги из Национального фонда благосостояния на инфраструктуру, обыватель может подумать, что наконец-таки господин Мишустин займется ремонтом дороги в его селе или поселке или чем-нибудь не менее полезным. Но нет, господин Мишустин вкладывает деньги Национального фонда благосостояния на развитие инфраструктуры для таких же господ, вот как он из администрации президента и Совета Федерации с Госдумой. В первую очередь, конечно же, будут построены мосты, дороги, я не знаю, что плотины, именно к этому коттеджному поселку Котонвей на Никольской горе в Подмосковье на Рублевке. Господин Мишустин для таких же, в первую очередь, будет строить инфраструктуру для таких же господ, а не для обычных сельских жителей. Мишустин, один из первых в путинской России, позаботился о достойном для себя и для своей семьи жилье. Переходим к самому интересному в этой части программы. Это только в России возможно, чтобы главный налоговик сам уходил от налогов, скрывая свою недвижимость. Это все равно, что полицейский крышует бандитов. А, ну да, совсем забыл, в каком же государстве мы живем, где так оно и на каждом шагу и есть. Так вот, имущество Мишустина скрыто в Росреестре и записано над Российской Федерацией, то есть она на вас с вами. У его дома с участком два собственника, как вы понимаете, вовсе эти собственники не господа Мишустины. Кто или что неизвестно, зато в Росреестре дом Мишустина в выписке указан как собственность Российской Федерации. Да, да, мы граждане России официально, причем все граждане России владеем. Те, кто в хрущевках живет или в бараках, оказывается, официально мы все владеем домом-особняком на Рублевке. Суманной площадью вместе с землей пять тысяч гектар. На этих пятитысячных Мишустиных гектар можно было бы спокойно разместить, например, прострадавших от наводнения в Тулуне. Но куда-то там Мишустин поступил как обычный мошенник, скрыл недвижимость, воспользовавшись своей должностью с 2004 по 2006 год, господин Мишустин возглавлял как раз федеральное агентство по кадастру. Нет никаких сомнений в том, что Мишустин сам лично приложил все усилия, чтобы скрыть от налоговой службы особняк. Сейчас, что данный особняк премьер-министра принадлежит его детям, ибо пока они были несовершеннолетними, Мишустин в своей декларации указывал, что они владеют особняком на сумму 600 миллионов рублей. А когда дети подросли, их и вовсе можно было не указывать в декларации. Но самое удивительное даже не в этом. Мишустин, который несколько лет подработал в бизнесе, по декларации вообще не владеет никакой недвижимостью. Обычный, среднестатистический в кавычках русский бомж в статусе премьер-министра. И это еще вовсе не все. Оказывается, его жена Шинка Мишустина очень скромно зарабатывала для российских для российской семьи всего-то 800 миллионов рублей. Ну, казалось бы, зарабатывала и зарабатывала. Ну, много, но тем не менее. А она при этом ни разу нигде не работает. То есть, у нее даже трудовой книжки нет. А тем не менее, у нее на счету официально 800 миллионов рублей. Ну, и кто эти деньги присвоил себе? Уж явно не его жена Владлена, а сам господин Мишустин. Так что, где деньги Зин на этот вопрос, точнее, где деньги Владлена на этот вопрос должен сам себе Мишустин задать. Вот, что по поводу отставки правительства и назначения нового премьер-министра, сказал, как мы говорим на эхо Москвы, будущий президент страны Алексей Анатольевич Навальный. Вот его цитата. Единая Россия, цитата, это партия не только жульников и воров, но и партия ничтожеств полных. Одного коррупционера Медведева сменили на другого коррупционера Мишустина в правительстве. Я надеюсь, что теперь конец цитаты. Конец цитаты Навального. Дальше уже идет моя цитата. Я надеюсь, что теперь все всем окончательно ясно по поводу Мишустина. Поэтому и почему КПРФ единственная партия в Думе, у которой сохранились хоть отстатки совести, и она не голосовала за господина Мишустина на пост премьер-министра, потому что он скрывал недвижимость. А вот Грудинин ничего не скрывал, и как его поносили все федеральные СМИ. О, ужас, о, ужас. А Мишустина никто и ничего. Ну, да, в Единой России рассказали о претензиях к работе четырех министерств. Ну, сразу скажу, что вот претензии к этим министерствам, которые озвучены Единой Россией, то вот министр этих министерств уже Мишустина их снял. Но, тем не менее, это важно, ведь редко, когда партия власти говорит открыто о том, что, о том, о чем, о том, о чем не справилось правительство. Ну, мы говорили, что в целом Медведев не справился со своей работой премьер-министра, а вот партии власти и Единой России конкретно прошлись по всем, ну, не по всем, по четырем, по, или по трем, я уж не помню, по трем, по четырем, с самым таким ведомством, у которых, к которым самые большие претензии. Всегда в таких случаях хочется сказать, где вы раньше, едросы, были, что ж вы молчали, а тут сняли Медведева, и понеслось, оказывается, у нас не вертикаль власти, у нас раздрай власти, депутаты недовольны, и даже бунтуют, в открытую партия власти высказывают свои претензии восьмилете премьерства Медведева. Восемь лет премьерства Медведева молчали, а тут не смогли премьерщутся не промолчать в погоне за хайпом, связанном с новым премьер-министром. Оказывается, не все, ладно, в датском, в российском государстве, где Соловьев двухгодичной давности, который заявлял, что в правительстве работает сплошь профессионально своего дела, а Медведев, как экономист и бывший работник Газпрома, знает, что делать. А тут оказывается, что он не знал, что делать, и ладно, Медведев, его министры тоже не знали, что делать, и это все на высшем уровне, ух, а тут не прошло и двух лет, бааа, к четырем министерствам есть серьезные претензии партии власти. Четыре министерства, четыре министра особенно сильно провалили свою работу и дискредитировали себя, и это даже признает партия власти и Единая Россия, что по нынешним временам застоя, нонсенс, и действительно сенсация. Оставка Медведева и переход Мишусина позволили вынуть грязное белье из правительства и от имени Единой России, вот уж чего не ожидал, узнать, а что в Белом доме России пошло не так. Список претензий к работе министерств огласил Сергей Неверов. Помните, как в советском фильме, огласите весь списочек, пожалуйста, ну что ж, с радостью, с нескрываемой радостью и злорадством это я сделаю в форме хит-парада. На первом месте провалилось, на первом месте расстрельного списка, министерство здравоохранения. Министр Скворцова постоянно, со слов Неверова, не министру Скворцовой, а министерство здравоохранения, со слов Неверова или не Федова. Неверова, да, все-таки неверова. Не хватает медпунктов в сельской местности, но самое главное это нехватка узких специалистов, что в случае с проктулогами, слово узких как нельзя актуально. Оставим все, но даже в городах не хватает элементарных лекарств. Про цены на них я вообще молчу. Это прямое средство работы двух барышень, голодец и вице-премьера по соц. вопросам, и Спорцовой, который Меншустин уволил из числа первых. В России до сих пор не развит рынок лекарств, и западные производители ушли с российского рынка лекарств и медикаментов благодаря санкциям и действиям кабинета министров Медведева. Да, до чего дошло в больницах, и это правда, я сам слышал, не хватает даже элементарных шприцов, шприцов, чтобы не хватает в больницах и в поликлиниках, чтобы взять анализов. Вот до чего дошло делать. Больные сами вынуждены для себя закупать не только лекарства, а даже сприцы, и чуть ли не сами себя лечить. Кроме этого, существует проблема с оплатой тургами от работников. Главврачи живут фактически за счет зарплат своих работников. Они присваивают их себе, переводя рядовых врачей на полставки. Но не только этим занимаются главврачи, но и чиновники местных местечковых Минздрава. Но, как мне кажется, главная проблема в Минздраве, это вовсе даже не отсутствие лекарств или зарплаты у врачей, а то, что сами врачи не знают, как лечить. Это же Прескворцовый из Голиковой из Голодерц. У нас в Российской Федерации, помните, стоматолог ввел не тот наркоз и убил нахрен пациентку. А сколько было уголовных дел об халатности врачей и о скорой помощи, которая не хотела забирать больного без сознания в двух метрах от кареты скорой помощи, мотивируя это тем, что это не ее участок. Уровень взяток возрос среди главврачей. Так, недавно, в Самарской области, ну уже давно, да, я этот случай несколько раз припоминал, но он все-таки здесь актуальный. Не так давно в Самарской области был пойман главврач местной, ну давно уже, да, но все-таки был пойман главврач местной областной больницы, сотрудниками ФСБ. И теперь он уже сидит за то, что когда был ремонт областной больницы, это было еще в 16-м году, да, знаю, но тем не менее. За то, что он завышал сметы на строительство нового корпуса, точнее так, переоборудование старого корпуса больницы Калинина в Самарской области. Не эта больница Середавина. Я знаю, что это главврача, он уже давно сидит, и уже история обросла бородой, но тем не менее. Тем не менее, это все было при Скворцовой. И поэтому ее турнули. Да, я рад. Да, Путин верно поступил. Тут я ничего не могу сказать. На втором месте в печальном списке Нефедова работа, в кавычках работа, разумеется. На самом деле, деятельность по откату и взяткам министра культуры и лично господина Медицкого, и здесь даже не о кино, Нефедов, ответил, что ничего не делается для развития нового культуры, опять-таки в сельской местности и в малых городах, даже и в больших. Вот есть, например, в Самаре клуб с нами, вот как он был заброшен, так и остается заброшен. Ни медицкие, ни местные чиновники от Минкульта ничего не делают, хотя бы там его бы снесли, этот клуб с нами, построили бы какой-нибудь коттедж, ну я не знаю, или лучше бы не сносить клуб, а лучше бы сделать там капитальный ремонт и открыть его заново, кинотеатр, я не знаю, торговый центр, ну хоть что-нибудь. А то ведь он стоит заброшенным. Как стоял заброшен, так и стоят ни медицкие, ни другие чиновники, ничего не делают для развития культуры. И это в крупном городе, а что же действительно говорить о селе? Ну, а теперь о самом больном. О кино. Это где ж такое видно, чтобы член Единой России, причем член Высшего Совета Партии, высказал бы Гегия, пусть он сам об этом и не знает, какого-то рядового блогера, а именно Евгения Баткомедина. Но так оно и есть. Нефёдов вот что сказал Мишучину об Мединском и компании. Цитата. Вызывает вопросы политика Минкульта по выдаче прокатных удостоверений, которые зачастую в обществе оказывают негативную реакцию. А также вызывает вопросы в целом финансирование российского кинопроизводства. Схема явно не прозрачна. Нефёдов прежде всего в этой цитате имеет в виду об сдвигании кинопремьер западных блокбастеров России, чтобы российский зритель сходил на какие-нибудь важные даты на отечественное кино. И вы знаете, тут я, может быть, даже согласился бы с Мединским, если бы отечественное кино не было бы абсолютно безданным от слова «вообще». «Вообще» кино. Кино – это важнейшее из искусств. А в Российской Федерации, при Мединским, оно стало просто отмыванием бабла известных кинорежиссёров, таких как Беквамбетова, Бондарчука и прочих. Редко какой фильм окупался у нас в стране. А если даже и окупался, то это из-за сдвигания западных примеров на более поздние сроки. Всё-таки российское кино действительно должно конкурировать с западным. Но должно это делать на равных условиях, а не на тех условиях, что вот вы сегодня на 9 мая посмотрите «Собибор», а уже потом посмотрите «Мстители». Вот такого быть не должно. Потому что наше кино должно выигрывать конкуренцию у западного кино в честной борьбе. А всё из-за чего? Почему оно не выигрывает? А всё как раз-таки из-за непрозрачной схемы финансирования фонда кино. И именно про Мединском, при этом министре культуры, сняли самые убогие кинофильмы вообще в российской истории. И дело тут даже не в провальных картинах, которые поощряют Минкульт деньгами из бюджета, а в том, что вообще Минкульт и Мединский даёт деньги на приносто фильмов из бюджета, то есть за наши деньги. А фильмы получаются сомнительного качества, то есть государство спонсирует всякое дерьмо. Но это ещё ладно, ещё ладно, да? На дно уже экс-министр культуры поставило то, что даже если фильм хорош, но всё равно его невозможно смотреть из-за обилия голых сцен. У нас голую женщину раздевают в каждом втором фильме. И извиняюсь, когда я иду на кино, в кинотеатр, я иду не на порнуху, которую я могу посмотреть и так. Я иду на серьёзное художественное произведение. А тут показали голую бабу или даже голого мужика, как в фильме «Бабушка лёгкого поведения». Но, и, ну хорошо, да, это самое, каждый, так сказать, в меру распущен. Но, 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 это же спонсирует эти же фильмы «Министерство культуры». У меня возникает вопрос, где же самая-то самая культура таких фильмов, как «Бабушка лёгкого поведения», как тот же «Собибор», где показано, как евреи показывали письки немцам. Вот где культура, где она? В этих фильмах её нет, а Министерство культуры их спонсировало. При абсолютно ущербном господине Мединском. Где умело пропагандируется та самая нравственность, которую постоянно твердит Путин и Соловьёв. Нет, при Мединском, в российских кино, никакой морали и нравственности даже близко не пахло. Если Минкульт выделяет деньги не на кино, где моральная возведена в абсолют и где показано, что герой, если не следует морали, он попадает в ту или иную ситуацию, или наоборот, мораль или нравственность его выводят из этой ситуации, то это уже не Минкульт, если Минкульт спонсирует всяких, так сказать, голых женщин в кино, условно, то это уже не Минкульт, а Министерство разврата эпохоти Российской Федерации. Вот во что превратилось ведомство господина Мединского. Это же при нём в театрах начали крутить откровенную порнуху. Нет, я рад, конечно, но это никакое отношение к культуре не имеет. Мединский работал по принципу, кто первый занёс ему деньги на фильм, тот и получил госбюджет. Но так не должно быть. Минкульт должен фонсировать самых талантливых режиссёров с самым талантливым сценарием на фильм. Где нет пошлости. А иначе, я это ещё раз повторю, не Минкульт, а главный продукт какой-то. На третьем месте в расстрельном списке не Фёдова, который стал уже нарицательным, работая в Министерстве труда и социальной защиты. Министр Топилин. Эх, говорящая фамилия у этого министра Топилин. И он работал министром труда. Притопилин. Реальные доходы граждан упали аж на 40%. Это раз. Два. Если вам за 50, то вы уже не сможете, или с большим трудом сможете найти работу. А в Российской Федерации. То есть, нет этой самой, вот как в Министерстве культуры Парамединском не было никакой культуры, так и в Министерстве труда и защиты населения не было никакой социальной защиты граждан Притопилин. Зарплаты ты на предприятиях, например, космической промышленности достигает всего-то для обычных рабочих. 8 тысяч рублей на космическом предприятии. А уж что творится в простых слесарских. И даже страшно подумать. На последнем месте в расстрельном списке Нефедова деятельность Министерства посвящения. Тут Нефедов, а значит и Единая Россия, недоволены заработной платой учителей и бюрократической нагрузкой на них. Но самая главная проблема, с которой очевидно не справилась госпожа Васильева, стоит в том, что школа перестала учить. Если раньше ныли все, что школа перестала воспитывать, то теперь она и перестала учить. Теперь школа это не школа в обычном классическом понимании, где дети и их родители получают знания. А место подготовки к ЕГЭ, или даже еще, будем более точнее, место отсидки до ЕГЭ ученика. Потому что образование сейчас перешло к репетиторам. Именно репетиторы как раз таки учат подрастающих чат уму-разуму. Разумному, доброму, вечному. А вовсе не учителя. Что, конечно же, неправильно. Родители и их дети теперь идут в школу при Васильевой не за знаниями, а за репетиторами. Конечно, все можно спихнуть на интернет, гаджеты. И что у нас, школы все вымрут при развитии современных технологий, обучения на дому и так далее. Но ведь все равно факт есть факт. Школа при Васильевой элементарно перестала учить детей. Учить не всяким там религиозным знаниям, а элементарным фундаментам физики, математики и прочим. Есть на это несколько причин. Ну, понятно, что натаскивание на ЕГЭ это первая причина. Но об этом много говорилось. А во-вторых, некачественные и даже кое-где неправильные учебники. Со слов господина Нефедовой. Я не верую, я все время с Нефедовым путаю. И тупое, абсолютно тупое заучение формул даты и прочего того, что после экзамена вылетает из несформировавшихся мозгов учеников. Ну, и еще родители тоже старая, застарелая проблема, но которую Васильева не решила. Родители вынуждены быть спонсорами зачастую в своих школах. К тому же учителя плохо подготовлены к современным знаниям. Они сейчас даже уже не стремятся, например, на звание заслуженной учителя России. Или, например, на звание учителя высшей категории. Им достаточно первый, второй, третий. То есть, даже уже учителя при Васильевой не стремятся повышать свой уровень знаний. Я, конечно же, не про всех учителей, но про очень многих. Нет, они бы, наверное, и хотели бы повышать свой уровень знаний. Но им тупо не дают. Они тупо заняты, у них ответственности выше крыши. Вот, чему может, вот спросите сами себя, чему может научить экс-министр просвещения Васильева детей, которые то и дело лоббировала в статусе министра издательство просвещения, которое является официальным кипрским офшором. Плюс к этому Васильева почему-то много уделяет времени не образованию, а религии и внедрению ее в 21 веке в школы. А может, что Васильева будет внедрять в школы такой важный предмет в 21 веке, как гусиное перо, когда весь мир пишет авторучками и разговаривает на английском международном языке. Так что неверов невера. Полностью прав. Замечание Единой России полностью верно. Единственная у меня претензия к самой Единой России. А где же вы были раньше? Что ж вы сейчас следуете хайпу? Почему эти вопросы вы не задавали? Эти претензии вы не высказывали к кабинету министров Медведева? Молчали. А теперь понеслась. Вынули грязное белье из правительства Медведева. Чему я рад? Намолчите. И только лишь в халебном ключе заявляйте про новое правительство Мишустина. Ну что ж, когда Мишустина турнут с должности премьер-министра, тогда вы тоже огласите к нему претензии. Но это уже будет потом. А вот проблема, одна из первых, которую предстоит решать новому кабинету министров, господина Мишустина. Без Винды виноватые прекращение поддержки Windows 7 может грозить проблемами российским банкам. А вот еще одно подтверждение о том, что господин Мишустин не такой уж высокотехнологический менеджер, как все мы привыкли о нем думать. И хоть банковская сфера немножко не его епархия, но тем не менее. Отмена технической поддержки Windows 7 и Windows Server 2008 может оставить российские банки без нормативных документов. Так еще нарушает информационную безопасность банков. Даже крупные игроки банковского дела еще не перевели свои устройства на Windows 10. Да что там? Даже у самого президента в рабочем кабинете в Кремле стоит еще Windows XP. Вот она, высокотехнологическая Россия с ее якобы высокотехнологическими менеджерами, которые за 10 лет не могут перевести свое оборудование на новую систему. Оставляю в скобках то, что это далеко вовсе не российская система, чтобы сплакнули наши патриоты. Идем дальше. Справедливости ради заметят, что Windows 7 называет одной из самых удачных разработок фирмы Microsoft. Еще бы, она ведь именно Windows 7 внедрила возможность возможность более простого резервного копирования в виртуальные жесткие диски и существенно расширила память оперативной системы. И так далее. Да и вспомним, когда российские банки переходили на Windows 7. Вспомним этот год. Примерно 2009. Плюс-минус. Это был второй год президентства Медведева. Как президент он мне нравится. А вот премьерство явно было не его. Но не об этом. Об этом я уже говорил. То есть Медведев заставил все-таки переходить российские банки на тогда самую на самую передовую систему. Но в 2012 году главный душогуб вернулся на высший пост и ничего в этом не понимая не то что Медведев уже и не не интересовался Путин какая же винда стоит у российских банков. В результате чего российские банки отстали от мировых а теперь переход на более современную версию винды это большая проблема для российских банков. А значит и для вкладчиков вот например ВТБ заявили что апгрейд требует серьезных временных и финансовых что важнее затрат. Таким образом Билл Гейтс невольно пробил ДРО в российских банках. На апгрейд российским банкам потребуется немаленькая сумма более 15 миллиардов рублей которые конечно же разворуют это серьезная сумма даже для банкиров. В условиях санкций контрсанкций и закрытия для российского бизнеса западных рынков инвестиций. Сетевой червь киберпреступников вананокрай в условиях когда Майкрософт прекратил техподдержку Windows 7 может серьезно атаковать российские банки которые еще не перешли с семерки на более современную систему. Но ведь Windows 7 сейчас стоит не только в российских банках но и в госучреждениях пенсионном фонде например в Министерстве труда и прочих ведомствах у которых нет ресурсов или они просто не хочут обновлять свои компьютеры до Windows 10 а это означает на скором времени ждет серьезные масштабные кибератаки на не не только на банковскую сферу но и на сферу госучреждений что конечно для граждан сулит большими проблемами и с этим тоже предстоит столкнуться новому правительству господина сопливого в очках Мишустина ну не сопливого Эйла Душ это уж я стебаюсь ну что ж тогда может быть россияне обдумываю тогда может россияне и одумываются когда например пенсии не смогут получать на карточку так что без винды все мы виноваты это верно подметил коммерсант что касается меня так получилось так сложилось у меня не было Windows 7 все что я знаю о Windows 7 это со слов других на нем это единственная операционная система на котором хорошо более-менее хорошо шли все три сталкера это я знаю точно но вот сам Windows 7 не сидел у меня был сначала Windows XP а потом с 2013 была абсолютно глюченная какая глюченная я до сих пор помню как вздогнул Windows 8 и вот наконец в 2017 году тут вот фу более-менее стабильная постучу Windows 10 да которая которая иногда глючит звук у которой бесят постоянные обновления вот эти вот которые тут в меню пуск но тем не менее которая опять-таки постучу еще раз еще раз тву 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 которая не вылетает тву тву еще раз я суеверенный шутка поэтому я советую все-таки российским банкам переходить на Windows 10 которая более-менее ничего есть мелкие да недочеты но все это мелкие недочеты пусть российские банки берут пример с украинских банков там установлена операционная пиратская украинская версия Microsoft Windows Бандера которая выбрала в себя в себя самое лучшее от Windows и от китайской Lumix так что а пока россияне без винды виноватые и строго судят их правительство Мишустин на который так похож на Лавринтия Берию особенно в очках действительно Мишустин похож на Лавринтия Берию но если вы думаете что все на этом что час посткриптона уже завершен нет у нас же еще осталась одна тема возможно которая в скором времени станет самая главная тема Путин же меняет конституцию Российской Федерации и вот об этом рассуждает не об кто а председатель конституционной комиссии 93 года господин я сейчас найду его фамилию где же его фамилия а вот Сергей Румянцев это вам не Елена Исамбаева и не Светлана Журова с Николаем Валуевым в придачу с Львовым Бакерем которые уважаемые люди в своих областях но которые не имеют ничего общего с законодательной и тем более правовой сферой деятельности тем не менее почему-то входят в состав комиссии по изменению конституции а вот авторы первой конституции 1993 года почему-то в состав новой конституционной комиссии не входят и вот один из этих людей кто писал первую конституцию современной Российской Федерации не Российской Империи и не СССР а Российской Федерации Олег Румянцев рассуждает о путинской конституционной реформе и вот его книги по изменению конституции предложенной нашим верховным фюрером нашим Гитлером всея Руси где еще встретишь это в одном предложении кроме как разве что о Путине по мнению Хрубятцева Путин пошел до изменения конституции для того чтобы сбить предреволюционных достроений которые набирают силу в самой России так уже партия общественное политическое движение Голос уже заявила о том что 20 февраля был широкомасштабный митинг по всей стране против отмены конституции нескольких норм против изменения конституции сегодня дальше продолжать Румянцев сегодня очевидно что власть в России зашла в абсолютный тупик и игнорировать предреволюционное я бы даже сказал революционное движение сегодня Путину совершенно невозможно и поэтому Путин поделился частью своих полуобочий чтобы отвести развитие событий от сценария гражданской войны и уж тем более революции внутри России так что это как раз разумный шаг с его стороны со стороны президента Российской Федерации но простые люди граждане вряд ли поверят в необходимость реформ конституции пока не увидят реальные изменения не на словах а на деле для этого необходима новая перестройка как в 1985 году затеянная Горбачевым только на сей раз нужен не демонтаж ЦК компартии СССР а демонтаж монополий которые управляют всеми экономическими процессами внутри страны то есть грубо говоря нужен демонтаж Газпрома Роснефти и РосАЛа по мнению Румянцева а теперь конкретно по изменениям в конституции Мишин дальше высказывает Румянцев в настоящем времени вызывает беспокойство пункт про приоритет российской конституции над решениями международных судов ведь в таком случае это прекращение защиты прав и свобод российского гражданина от произвола своего государства в европейском суде по правам человека также в путинской реформе конституции по мнению Румянцева неправильно тот что будет отказ о том что органы местного самоуправления независимы от органов власти потому что органы нижнего самоуправления важны для роста гражданской позиции самих людей и решению их проблем и вопросов даже сегодня уже нет возможности противостоять БАФИ и ЖКХ без финансовых гарантий и дополнительных полномочий местным органам самоуправления так вот всех этих полномочий и финансовых гарантий нет и не будет по новой реформе конституционной затейной Путина и простые граждане будут слуги будут идти до поклон к БАФИ и ЖКХ то есть к управляющим компанией будут отбедены всякие там ДСЖ но и возмущают румянцев то что по путинской реформе конституции губернаторы получат права контролировать все общественные движения у себя в регионах что неправильно и лишают гражданин права на защиту своих прав да не то что в ИСПЧ а даже в районах суде да наблюдается это и сейчас но не на уровне главного основного закона страны помимо этого чтобы парламенту объективно решать жаловать или судить того или иного министра то парламенту должно быть даровано право вести расследование а сейчас таких прав у парламента нет сейчас такие права разве что у ФСБ даже у Следственного комитета их нет чтобы расследовать деятельность министерства и министра ну и как депутаты вот как по новой путинской реформе как депутаты будут решать тот министр подходит или не подходит не имея возможности собрать о нем объективную информацию ну хорошо тогда пусть ФСБшники должны депутатам ее предоставить а иначе как ты объективно будешь судить о том что подходит тот или иной министр или не подходит вот все это не прописано все это там путинской реформе конституции абсолютно непрозрачной абсолютно максимально обтекаемой форме написано что конечно же неправильно ведь закон особенно главный закон России конституции должно быть жестко все прописано кто за что и как и если вот так что надо делать чтобы чтобы когда вот так было а так Путин чуть-чуть отдал полномочия потому что у нас предреволюционный период правительству а четко вот например госсовет он будет выше федерального собрания или ниже вот он четко в этой реформе пока статус госсовета не прописал и это только госсовет и еще даже если парламентские расследования как инструмент контроля вновь появится пишет об этом рубятся то уж явно не единая Россия должна их проводить не партия власти чтобы не было рука а должны проводить депутаты из КПРФ ЛДПР Справедливая Россия ну в общем парламентская позиция а не партия власти а теперь вопрос есть ли это все в путинской в путинских поправках Конституции ответ нет голосование по новой версии Конституции должно пройти 12 апреля в день космодавтики почему-то складывается ощущение что избедение в Конституцию носит манипулятивный и протагандистский характер и не более того ну что ж как бы неплохо как бы плоха не была Конституция 1993 1993 года я конечно понимаю что потом после ее написания была война в Чечне был еще там дефолт но тем не менее от большой гражданской войны она нас сумела уберечь а вот путинская Конституция не факт вполне ее может постичь судьба Конституции 1977 года где вроде бы более-менее все детально прописано а страна распалась ну что ж это был специальный выпуск постскриптума с Алексеем Пушковым увидимся на следующей неделе пока пока всего вам самого наилучшего и по традиции берегите себя а то явно вы не бережете себя я это вижу на улицах России пока